Приветствую вас. Во-первых, вы ничего не сделаете сразу для того, чтобы вернуть доверие человека. Вы ничего не сделаете сразу, потому что доверие не восстанавливается моментально. Доверие это то, что восстанавливается постепенно. И, соответственно, не стоит ожидать, что от одной встречи что-то кардинально изменится. Я думаю, что вам необходимо перед этой встречей идеально разобраться в том, каковы были причины ваших требований. То есть это были ваши желания, это было то, что вы хотели, это было то, что вы нуждались. И, на мой взгляд, это очень важная история. Важная, потому что если вы в чем-то нуждаетесь, то это не уйдет. И, вполне вероятно, без работы над собой, без работы со своими желаниями, ожиданиями, потребностями, возможно, внутренними противоречиями и их раскрытием. Все, что у вас было с молодым человеком, вероятно, постарится. И это очень важный момент на самом деле, это очень важная история. Потому что, да, потому что без этого у вас не получится выстраивать гармоничные отношения. Далее, значит, я чувствую, конечно, что у вас, что вы себя вините за то, что сделали. Но вините вы себя, опять же, как ни парадоксально, не за то, что поступили так с молодым человеком, а за то, что вы себя лишили. За то, чего вы себя лишили, расставшись с молодым человеком. То есть, по сути, вы себя обвиняете за то, что они удовлетворили свои желания. А это означает, что вас, по сути, борется несколько ипостасей. И, на мой взгляд, с этим также необходимо разобраться. Потому что вы не едины в своей позиции, в своем поведении. Идеально, молодому человеку необходимо просто донести, почему вы все это сделали. Что послужило причиной, по которой вы так поступали. Если вы будете оправдываться, если вы будете просыпать ощущение, то это, по сути, будет означать, что вы перед ним виноваты. А это не так. И когда человек ведет себя исключительно, как будто он виноват, то есть совсем и полностью, это вызывает у другого человека ощущение, что тот, кто виноват, действительно виноват. И мужчина уже сейчас перекладывает всю ответственность за то, что между вами произошло, на вас. Это неправильно. Потому что он, в конце концов, ваши требования, какими бы большими они не были, он их терпел. Он терпел эти требования. А значит, если он эти требования терпел, это был и его выбор, в том числе. Но это сейчас забывается. Поэтому, на мой взгляд, вот эти моменты необходимо, как бы, зафиксировать. Понимаете, вот, я, конечно, могу ошибаться, но мне показалось, что в отношении к человеку вам было не очень хорошо. И вам не очень хорошо без него. Это очень похоже на зависимость. То есть на созависимое отношение. И если это так, то с этим, в первую очередь, нужно разбираться. Потому что созависимость проистекает из вашей психологической незамостоятельности. Вполне вероятно, что вам будет опять же плохо с молодым человеком после того, как вы его вернете. Или, возможно, обратная ситуация, когда вы будете, по сути, постоянно на вторых ролях. А молодой человек будет относиться к вам так, как будто вы виноваты в том, что сделали. И то и другое, по сути, очень деструктивно влияет на отношения. Вот. Поэтому я не увидел в вашем сообщении проявление именно любви к мужчине. Я увидел, что вы в нем нуждаетесь. Я увидел, что у вас есть к нему потребность определенная. Определенно это я все увидел. Но я не увидел, что вы в нем нуждаетесь, что вы его любите. И мне кажется, что, чтобы любовь появилась, нужно отдавать себе отсчет в том, чего вы хотите. Отдавать отсчет в том, что вам нужно. А вы себе этот отсчет, судя по всему, не отдаете, потому что вы говорите, что вы плачете, что вы переживаете, что вам плохо и так далее, и так далее, да-да-да. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это нуждается в проработке тоже. Понимаете, человек не вещь. Человек не вещь, чтобы его возвращать. Поэтому относитесь к этой встрече как к возможности посмотреть, от чего вы когда-то ушли. Относитесь к себе как к ценностям. Не игнорируйте свои желания. Не подавляйте их. Старайтесь к ним прислушиваться. Это очень важно. На мой взгляд, именно так можно вам ответить. Когда вы пишете, что, например, вы хотите человека вернуть, по сути вы демонстрируете зависимость свою. А это дает человеку власть над вами. Любая власть ведет к деструкции в отношениях. Понимаете? Поэтому, если вы озабочены тем, чтобы быть счастливой, то, на мой взгляд, вам имеет смысл все-таки подумать в первую очередь о себе, о своей самостоятельности, о своих желаниях, о личной ответственности за то, что происходит. И вообще вопрос ответственности вам желательно разобрать. Потому что у вас то никакой ответственности нет, то вы полностью на себя ответственность за все, что происходит, берете. И то и другое такое себе для построения отношений. Поэтому мне кажется, что есть у вас некоторые проблемы с самооценкой и проблемы с определением своих жизненных целей и жизненного смысла. В этом тоже психолог вам может помочь. Таким образом, на мой взгляд, общение с молодым человеком вам нужно привести максимально непринужденно, выражать ему исключительно свои чувства. Но перед этим проконсультироваться с психологом и по возможности отделить то, что вы хотите для себя и то, что вы хотите для него. Это все-таки разные вещи. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.